по достижении британским дедушкой 60 лет все медикаменты ему начинают выдаваться бесплатно и все жизненно важные операции бесплатный тоже даже если это коронарное шунтирование за которое в америке платят от 75 тысяч долларов британский дедушка выходит на пенсию 66 лет в любом случае живет с бабушкой или один но отдельно от детей он бодро переезжает богадельню сразу же как только не может стать с унитаза детки если они у него имеются заботливо его туда отвезут он не обижается на детей поместивших его в богадельню потому что считает это нормальным ведь сам своих родителей отправил туда в свое время британский дедушка уже решил что будет делать кремацию это бюджетно и экологично случающиеся с британским дедушкой болезни такие как рак инфаркт инсульт он воспринимает как само собой разумеющиеся типа со всеми бывает и послушно лечится до победного конца он завещает свои денежки организации cancer research чтобы нашли наконец лекарства от рака если уж на его веку не успели выйдя на пенсию британский дедушка наконец-то поездит по миру и привезет много забавных сувениров из разных стран маски из африки хохламу и матрешки из россии фигурки будды из индии лаковые шкатулки из китая и соломенных осликов из мексики все это вскоре после его кончины будет свезено на барахолку где весь дедушкин скарб пойдет с молотка про себя а когда и вслух британский дедушка всегда считает что живет в лучшей стране мира и нации его самая умная британский дедушка будет всячески отрицать происки своей страны в различных мировых событиях а если воткнуть носом выпрямые факты то он скажет что википедия врет и мировая история это всего лишь громкоголосая проститутка ощеревшиеся своим беззубым ртом на его невинную и пушистую страну некоторые безбабушковые дедушки если им позволяют средства привозят себе жен из-за границы успехом пользуются тайки филиппинки а также восточно-европейские женщины как хозяйственные домовитые и не испорченные эмансипации скандалы с такими женами случаются только через пару-тройку лет когда они выучат язык а до того им можно спокойно бухтеть про величие британской империи и про космические корабли бороздящий ковенд гарден